Николай Янович, очевидно, что Украина отвергла Порошенко. Результат первого тура говорит именно об этом. И очевидно, что шансов в честной борьбе у него нет. Но как вы представляете, во-первых, отказались ли Соединенные Штаты от игры с Порошенко, и есть ли у него шанс? Я, наверное, должен согласиться с американским коллегой, что позиции ясной у Штатов нет. Это чувствуется по многим моментам. И то, что сейчас происходит, говорит о том, что в администрации на самом высшем уровне вряд ли выработана такая определенная позиция. Теперь, что касается шансов Порошенко. Шанс один у него – это фальсификация выборов. Он где-то примерно 3-4% по самым таким вот заниженным расчетам фальсифицировал. Это, в основном, конечно, ему удалось сделать на западе Украины и на юго-востоке. Но есть округа, где он почему-то имел явку 85% участки, точнее. И за него голосовали 65-70%. Если говорить о Донбассе, то это вообще исключено по определению. Такого быть не могло. Были массовые показы видео, где в урнах лежали стопки этих бюллетеней. То есть ясно, что их просто вбрасывали. И по всему было видно, что идет фальсификация. Он побоялся пойти на большую фальсификацию, потому что это было бы совершенно очевидно. Но где-то процент, как я уже сказал, 3-4, его команда фальсифицировала. Но теперь самый главный вопрос. Решится ли он на такие массовые фальсификации вот сейчас? Конечно, решится. Потому что ему терять абсолютно нечего. И он на это пойдет. Тем более, что в команде Зеленского нет охвата всех 33 тысяч избирательных участков. Нет достаточного количества членов избирательных комиссий. Нет наблюдателей, соответственно.